Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. И тут пришло огромное обновление по программам для сиделок и нянечек. И правительство Канады заявило, что няньки и сиделки в Канаде очень важны и очень нужны. И вообще, фактически, они перекроили всю программу иммиграции для сиделок. И я думаю, слушайте, ну, такой хороший вариант записать ролик информативного характера для моих подписчиков. Может быть, кому-то, понятно, что не всем, но может быть, кому-то эта программа подойдет. Обновление этой программы улучшит, так сказать, ваш переезд в Канаду. И, возможно, вам повезет, и вы приедете в Канаду. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о новых изменениях в рамках программы для сиделок. И, если быть точнее, новых программ для сиделок, потому что, насколько многие из вас не знают, но программы для сиделок были пилотными программами, и они заканчивают свое существование. Их переделывают и запускают заново, насколько я понимаю, исходя из того, чего говорит правительство Канады по поводу всего этого. Хотел бы с вами сегодня это все разобрать. В ссылочках в описании под роликом написать вам официальный источник. Можете зайти самостоятельно посмотреть, можете послушать мой бред. Привет. Дорогие друзья, мы начинаем. Поехали. Так, начнем, как всегда, издалека. Мне приходится читать iPad, потому что всю эту информацию я, к сожалению или к счастью, не могу держать у себя в голове. Ну, не хватает ни мозгов, видимо, для того, чтобы запоминать большие тексты. Так вот. Спрос на сиделок в Канаде растет по мере старения населения. Ожидается, что в ближайшие 6 лет на пенсию выйдут более 9 миллионов канадцев. Это к вопросу о том, что почему по рабочим визам народ сюда тащит, почему миграционные процессы так развиты на территории Канады. В течение ближайших 6 лет 9 миллионов трудоспособного населения Канады выйдет на пенсию. Это означает, что в ближайшие годы большому количеству людей понадобится дополнительный уход на дому и либо в учреждениях. Ну, некоторые сидят в сиделке дома с гражданином Канады, либо резидентом Канады, а некоторые работают в всяких домах престарелых. То есть дома престарелых в Канаде, ну, развитые. Но, опять же, это не те дома престарелых, как у нас, когда тебе бабушку, дедушку куда-то ссылают, она там живет, хрен пойми, как я пойми здесь. Здесь это больше выглядит как пансионат, либо выглядит как какой-нибудь курортик небольшой. Так вот, сиделки за престарелыми, они обычно работают либо в таких учреждениях, либо они работают на дому с конкретным вот пенсионером. По поводу нянечек такая же ситуация. Обычно нянечки работают в большинстве своем просто вот конкретно в семье. То есть вы можете сами зайти банально на сайт Indeed, либо на Jobank, написать слово няня, и вы увидите, что вас нанимает не компания, а конкретный человек. Иванов Иван Иванович ищет себе няню. Он готов ему сделать документы няни, чтобы няня приехала и начала сидеть с ребенком. Это нормальная ситуация для Канады. Так вот, семьям в Канаде также требуются сиделки по уходу за детьми, поскольку все больше женщин, которые традиционно берут на себя большую часть обязанностей по уходу за маленькими детьми, стремятся выйти на рынок труда Канады. Да, эмансипация, дорогие друзья. Женщины тоже хотят работать, а не сидеть с детьми. Так вот, в соответствии с статистическими данными управления Канады за 2023 год, мы можем с вами увидеть, что в годовом исчислении уровень участия в рабочей силе женщин с возраста 15 лет и старше в любом уровне образования вырос с 58,5% в 1990 году до 61,5% в 2022. То есть, фактически, женщины все больше и больше хотят выходить на рынок труда, чем сидеть с детьми. И для этого им нужны кто? Сиделки. И правительство Канады озабочено этой ситуацией. Правительство Канады считает, что надо все больше и больше привозить сиделок, потому что, смотрите, во-первых, они сделали старую программу для сиделок. Конкретно была программа для сиделок и для нянечек. Вот конкретно программа иммиграции была. Она сейчас заканчивает свою работу и получается, что они ее переделывают немного. И эта переделка очень важна для моих подписчиков, которые собираются ехать в рамках данной программы иммиграции. Сейчас объясню. Смотрите. Поскольку пилотные проекты по уходу за детьми на дому и пилотный проект по оказанию помощи на дому подходит к концу в этом месяце, министр иммиграции Канады объявил сегодня, то бишь несколько дней назад, о новых улучшениях пилотных проектов по уходу за детьми. А теперь внимание. Новые пилотные программы предоставляют сиделкам постоянное место жительства по прибытию в Канаду. По прибытию в Канаду. Что это означает? Раньше как было? Ты едешь, работаешь, потом подаешься на документы. А сейчас они говорят, не, ребяточки, насколько я понимаю, сходя из того, что сказал министр иммиграции. Я могу, может быть, неправильно интерпретировать, но то, что я читаю, как бы вам перевожу, вот мое сугубо личное мнение, мое имхо, они собираются по прибытию в Канады сразу оплатить тебя на пиар, на постоянное место жительства. Им также, сиделкам и нянечкам, будет разрешено работать в организациях, которые обеспечивают временный или неполный уход за людьми. Этот новый путь означает, что лицам, осуществляющим уход, будет легче найти себе подходящую работу у работодателей и получить четкий и прямой доступ к документам Канады, то бишь к постоянному месту жительства. Как только они прибудут в Канаду. Очень важный момент. Потому что раньше, повторюсь, как было, приехал, сначала работаешь, потом поддаешься. А теперь ты по прибытию в Канады можешь оплатиться уже на постоянное место жительства, что в целом облегчает вашу жизнь во много раз. Потому что ты мог устроиться в какую-то компанию, тебя что-то могло не устраивать, ты там сидишь долгие годы, ждешь свой пиар и т.д. А сейчас, насколько я понимаю, они дадут право поддаваться сразу. И это очень интересно. Давайте немножко с вами поговорим о требованиях и критериях к нянечкам. И к сиделочкам. Да, они есть, представляете? Нельзя быть просто няней, вот взять вот так вот, я няня и все, я вот еду в Канаду, буду сидеть с ребенком. Или там, я там няня, или я сиделка, и я еду в Канаду, и сейчас быстро, короче, быстро получу пиар под сиделкой. Вот быстро. Смотрите. Благодаря новым пилотным программам, кандидаты, заинтересованные в работе в секторе ухода на дому, смогут подать заявку, если они соответствуют некоторым критериям. Они халявные. Эти критерии, они халявные и логичные. Давайте, начнем с первого критерия. Ваш английский язык должен быть на уровне Canadian Language Benchmark 4. Canadian Language Benchmark 4 означает самые минимальные требования по английскому либо французскому языку. И, соответственно, чтобы это подтвердить, вам надо будет сдать языковые тесты. По английскому языку это IELTS General хотя бы на 4 балла Canadian Language Benchmark. Это не очень много. Либо это CELPIP-тест, это который тест внутри Канады издается. Тоже возможно. Опять же, я говорю не только о тех, кто сейчас находится outside Canada, которые, допустим, сейчас только ищут работу, но я также говорю о тех, кто сейчас в Канаде находится, в рамках какой-либо программы по открытым разрешениям на работу, будь то для украинцев, будь то для израильтян. Рассмотрите этот момент. Возможно, вы сможете найти себе что-то интересное и потом по этой программе каким-то образом податься. Опять же, программа только запускается, она новая, и мы сейчас думаем, мы знаем только небольшие критерии об этой программе. Так вот, Canadian Language Benchmark 4 у вас должен быть обязателен. Это минимальные требования вообще по языку в любой программе миграции, которую я видел. Ну, за исключением Family Support для родителей либо для супругов, потому что там не надо вообще сдавать языковой тест никакой. Дальше. Ваше образование должно быть на уровне минимальной средней школы. Что это значит? Это означает, что у вас должно быть либо законченные 11 классов, либо у вас должно быть 9 классов плюс колледж. Если у вас есть диплом колледжа, если у вас есть диплом университета, если вы магистр, если вы доктор наук, вы проходите, все, данные требования вы вот как бы исполняете. Минимально у вас должно быть законченная средняя школа. Единственные, кто не смогут пройти по данной программе, это люди, которые после 9 класса подумали, что они Стивы Джобсы и ушли работать и не стали доучиваться вообще нигде. То есть, если у тебя просто 9 классов образования, иди доучивайся, потому что почти по любой программе миграции с тебя будет требовать образование минимум 11 классов законченных, а то и выше. Так что, обрати на это внимание. Понятно, что ваше образование должно быть эволюировано. Эволюация – это что? Это некая услуга, предоставляемая, например, компанией ВЭС, которая берет ваш диплом и сравнивает его с дипломами канадскими и потом выдает некую справку о том, что ваш диплом из вашей страны приравнен к такому-то, такому-то образованию на территории Канады. Ничего страшного нет, с дипломами всех стран они работают, все в целом отлично. Я еще не видел ни одного случая, когда ВЭС отказывала в эволюации диплома, поэтому вот welcome. То есть банально мой диплом МГУшный, господи, у меня специалист, мне его приравняли к мастер-дегри, к мастерскому диплому. У меня есть друзья, которым специалиста приравняли, допустим, к бакалавру. Не знаю, как это работает, но это все равно работает. То есть надо сделать эволюацию диплома. Дальше. У вас должен быть минимум, недавний, нет, не минимум, у вас должен быть недавний соответствующий опыт работы. Да. Если ты сейчас, мой друг, сидишь, на диване, работая где-нибудь сантехником, и говоришь, вау, я нашел себе программу миграции, поеду за бабушками следить в Канаде, вряд ли это получится, потому что, смотри, у тебя должен быть опыт работы, схожий с тем, с которым ты сейчас будешь работать на территории Канады. Ты хочешь наняться сиделкой. Значит, у тебя должен быть опыт работы с сиделкой в своей стране. В первую очередь, это важно для того, чтобы нормально следить за пожилыми людьми, либо за детьми. Во вторую очередь, кто тебя наймет без опыта работы в данной сфере. Это то же самое, что когда вы заканчиваете университет, вы приходите в организацию какую-нибудь устраиваться, говорят, у вас нету опыта работы, мы вас не можем взять. И вот такая же ситуация, пока у вас нет опыта работы в схожей специальности, будь то сиделка, либо нянечка, вы не сможете себе пройти по данной программе. Ну и логично, что вас никто не возьмет на работу. То есть нарабатывайте недавний соответствующий опыт работы, как написано на официальном сайте правительства Канады. Ну и последнее, самое горькое для моих подписчиков требование, это вы должны получить предложение о работе по уходу на дому на полный рабочий день. Как это все работает? Вы заходите на официальные сайты правительства Канады, смотрите сначала все требования, смотрите, что вы к ним подходите. Потом вы делаете эвалюацию диплома, сдаете языковой тест на минимальные требования, получаете результаты, они у вас на руках. Пока вы сдаете тест и делаете эвалюацию диплома, эвалюация диплома занимает определенное количество времени, ну там месяц, полтора точно, в это время вы нещадно начинаете рассылать резюме с вашим опытом работы с сиделкой, либо вашим опытом работы с нянечкой. Где я рекомендую рассылать? Первое, основное, это JobBank, официальный сайт правительства Канады для поиска работы. Там прям есть не только компании, которые нанимают себе нянечек и сиделочек, там есть также люди, которые туда подают свои документы, типа вот нам нужна нянька, мы хотим ее нанять, нам реально без няньки некуда, вот нам нужна нянька. Туда заходим, там ищем. Короче, основное для вас сдать IELTS, ну языковой тест, неважно, IELTS либо CELPIP, запомните, если IELTS, то он должен быть General, не Академик. Академик IELTS это только для поступления в университеты. Так вот, IELTS General, либо CELPIP тест, General тоже, и сделать эвалюацию диплома и найти работу. Ну и также доказать, что у тебя есть опыт работы в сфере ухода за детьми либо ухода за пожилыми людьми для того, чтобы пройти по иммиграционной программе. Что там по квотам, Ваня? Что там по квотам? Много ли нас будут нянечек принимать? А теперь давайте посмотрим, что там по квотам. В рамках плана уровня иммиграции, то есть у правительства Канады есть план уровня иммиграции. Можете зайти, посмотреть по какой программе, сколько людей они собираются каждый год приглашать в рамках иммиграционных программ. Так вот, в соответствии с данным планом на 2024-2026 года Канада примет более 15 тысяч лиц, осуществляющих уход в качестве постоянных жителей. Что это значит? Это означает, что квота на данную программу на 2024-2026 года примерно 15 тысяч заявлений. То есть 15 тысяч человек, 15 тысяч нянечек и сиделочек пройдут в рамках данной программы и иммигрируют и получат постоянное место жительства на территории Канады. Где узнать более подробную информацию про данную программу? Ну, во-первых, ссылка в описании под роликом, я оставляю ссылку на официальный источник, где я взял эту информацию. Можете зайти и самостоятельно с этим всем делом ознакомиться. Во-вторых, правительство Канады буквально недавно заявило о том, что они сейчас будут дорабатывать эту программу и дополнительная информация будет доступна чуть позже. В дополнительной информации будет включать такие моменты, как полные критерии отбора по иммиграционной программе, а также подобную информацию, как подать заявку в рамках данной программы на иммиграцию. Это экспериментальный ролик, потому что он узкоспециализированный. Обычно я делаю ролики, которые подходят для большого количества людей, но если он зайдет, я буду выискивать программы иммиграции узкоспециализированной. Ну, там, для трек-драйверов, например, с Скочеванией есть программка. Не помню, приоткрыта она сейчас или нет, или квоты на этот год уже закончились. Ну, вот, например, есть конкретно программа, насколько я помню, про иммиграцию, с Скочеванией прям тупо для дальнобойщиков. Вот. Если будет хороший фидбэк, если будет хороший фидбэк, я буду искать специально узкоспециализированные программы и тоже их разбирать на этом канале. Там франкофонные программы для франкоговорящих людей. Там вот есть, вот помните, вот эта наша любимая программа города Морден, да? Вы знаете, что у города в Канаде у одного есть своя собственная программа иммиграции. Город небольшой, маленький, туда никто не едет, поэтому они запустили свою программу иммиграции. Я на ней делал ролик, наверное, года полтора-два назад, но если вы хотите именно узкоспециализированные программы, чтобы на этом канале тоже разбирались, поддержите, пожалуйста, этот ролик. Как поддержать этот ролик? Очень просто. Если вы не подписаны на канал, то в моменте, пока вы смотрите этот ролик, подпишитесь на канал, YouTube подумает, что, о, классно, круто, зашибись. Кроме того, напишите какой-нибудь комментарий, желательно хороший, желательно по делу. Мне просто интересно, что вы думаете по поводу вот этой программы миграции. Я читаю комментарии, не всегда на них отвечаю, потому что времени очень много у меня, но я их читаю. Есть уж какие-то самые веселые там комментарии, я там их, конечно, лайчик поставлю, там сердечечко вам. Каким еще образом можно поддержать? Да в целом все, посмотреть ролик, поставить лайк, не знаю, подписаться, если еще не подписаны, написать хороший комментарий. Есть еще такая функция, как колокольчик, но мне кажется, она уже отмерла, но нажмите ее ради интереса, может быть тоже что-то полезное из этого выйдет. Вот, узкоспециализированная программа, да мне сказать нечего. Все в ссылках в описании под роликом, рассказал и рассказал. Продолжу сидеть дальше на диване, как и вы, дорогие друзья. До скорого, пока. Блин, дорогие друзья, забыл. Сел я, значит, монтировать ролик, думаю, ну, профессия нянечки, сиделки все-таки для девочек. А вот что мальчикам посоветовать могу? Короче, минуточку. Внимание, и вы поймете, что я могу вам посоветовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так вот, дорогие друзья, если вы решили поехать в Канаду учиться на трак-драйвера, то вы можете обратиться ко мне. У меня ссылка в описании под роликом остается моя почта. Вот, я сам этот процесс прошел, отработал трак-драйвером, небольшое количество времени отучился, поменял права, все хорошо у меня. Вам тоже рекомендую это сделать, хорошая профессия, полезная для Канады на сегодняшний день. Вот, ссылка в описании под роликом, моя рабочая почта. Если вы заинтересованы именно встать длиннобышку на территории Канады, напишите, я вам степ-бай-степ объясню, что, как делать. Ну, и можно обратиться к миграционному консультанту моему, например, он поможет вам с визой. Все, теперь точно все, до скорого. Пока. Пока. Продолжение следует...